сбылась мечта я в салоне skoda kodiaq kodiaq стал достойным продолжателем семейства skoda все понятно все удобно все под рукой так как будто ты на этой машине ездил ну последний лет 20 посуду и и и и и и Хе-хей, полетели! В принципе, Кадьяк, несмотря на свои, на первые, внушительные размеры, машинка шустрая, машинка очень чувствительная к рулю, позволяет делать быстрые, как бы, переставки, ну и, соответственно, при должной сноровке не думать о том, что, где тебе становится, потому что тормоза в машине под стать педаль акселератора. Машина откликается моментально и точно с тем усилием, которое ты даришь на педаль. То есть, дозировать усилия и прогнозировать остановку можно прямо с точностью до десятых долей метра. Приборная панель и, в целом, передняя панель. Инженеры и Шкоды сделали, пожалуй, невозможно. Куда бы ты не посмотрел, у тебя всегда все в зоне видимости. То есть, приборы, мультимедиа, климат-контроль, все это видно. Причем видно так, что тебе не надо даже отрывать взгляд от дороги. Еще один плюс-копинку Кодиак. Что можно сказать? Мы сейчас покатали Кодиак в городе, получили от машины истинное удовольствие. Я очень надеюсь, что будет возможность протестировать еще раз машину, но на более прямой и долгой дороге, чтобы Кодиак расстрелся полностью. То есть, для этого нужна трасса с нормальным режимом езды, с трассовым, с хорошим настроением и в хорошее место защищения, например, на море. Тем более, сейчас лето, хора от пусков. Но если смотреть на машину в целом, то все равно характерные фамильные черты Шкоды, они не позволяют спутать Кодиак с какой-то другой маркой машины. То есть, у машины своя внешность и у машины свой характер. Может быть, за эту Шкоду и любят? Это не машина. Это просто пуля. Настоящая пуля. Кодиак, машина для всей семьи. Папа за рулем, мама рядом, дети сзади. А судя по размерам багажника, там вполне спокойно разместится собачка прилично таких размеров. И не будет себя там чувствовать, вполне великолепно. Кстати, багажник надо посмотреть отдельно. Отдельный плюс и отдельное спасибо Шкоде за вот эти вот крючки, которые можно запретировать, что любят. И за вот эти нишки, где очень удобно хранить всякую такую мелкую автомобильную финию. Ну и вот это все. Там и лайка, знак аварийной остановки, там что-то еще, какие-то маленькие диспинитрости. Здесь вполне можно разместить пьяного друга, если вы будете забирать после вечеринки, он будет вам мешать рулить. Ну это, естественно, шутка. Батт полом у нас великолепный ящичек, в котором полноразмерно уже запасное колесо. Набор водителя, то есть домкрат, буксировочный трос, буксировочный крюк, баллонный ключ и место для всяких мелких нужных водительских ниш. Отдельное спасибо Шкоде за такую маленькую шумо-виброизоляцию. То есть эта гадость на дороге вам досаждать своими стуками. Ну и, конечно, самая мелочка, третья, сеточка для крепления багажа. Ее иногда так не хватает, а она так нужна. И, что называются умные люди, что они работают. Они для них смотрели специальные клетки, в ней не будет сеточки, чтобы никто никуда не улетел. Ну и стандартная подсветка, розетка и раскладывающие сиденья. Их можно разложить так, как вам угодно и получить весьма колличную площадку для перевозки передней. Ну и за кнопочку закрыт. Закрывание багажника. Шкодит уже большая.